Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жители Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о Первенце. Тема нашей сегодняшней передачи «Поздний дождь». Это пророчество Захарии говорит об особенном излиянии Духа Святого, которое произойдет в последнее время. Подобное излияние описано у пророка Иоиля, которое, как я считаю, говорит о дне Пятидесятницы. Этот отрывок говорит «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа моего». Это как раз то, что случилось в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел мощным потоком в виде Духа Пророчества в Иерусалимской горнице. Даже бедные слуги и служанки были одарены пророческими изречениями. Однако это великое излияние превратилось в равномерное, постепенное излияние Духа Святого, которое продолжалось столетиями. В течение почти двух тысяч лет Бог продолжает изливать Дух Святой, как дожди, на свой народ и ежедневно орошая свою церковь и защищая ее. Как написано, «В тот день вы споете о нем, о возлюбленном винограднике, я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напаяю его, ночью и днем стерегу его, чтобы никто не ворвался в него». В Слове Божьем много говорится о двух дождях, двух излияниях. К этим двум излияниям Духа Святого относятся первый или ранний дождь и последний, то есть поздний дождь. «Если вы будете служить заповеди Мои, которую заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам вам в вашей земле дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой». Не имеет значения, какого вида проявления вы видите в любом из так называемых пробуждений. Но если оно не направлено на жатву душ, оно не является истинным движением от Бога. Дожди Духа Святого изливаются всегда для того, чтобы собирать души. Бог излил Дух Святой во время раннего дождя в день Передесятницы, чтобы приготовить почву. Это излияние смягчало почву для посева семени Евангелия. Исполненные Духом Святым сеятели были посланы в тот день из горницы по всему миру, в Иерусалим, Иудею, Самарию и даже до края земли, чтобы приготовлять учеников Иисуса Христа. Церковь прошла почти через две тысячи лет посева и выращивая урожай, и теперь пришло время сжатвы. Все, кто умерли во Христе до настоящего времени, представляют первые плоды или раннюю жатву. Но Захария пророчествует о последней жатве, и это является причиной, почему Иисус Христос еще не пришел. Господь терпеливо ожидает времени Своей, последней, мощной жатвы по всей земле. Как писал Иаков, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, землетелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В книге Захарии 12.10 говорится, что обещанный поздний дождь будет предшествовать окончательной жатве мира. Господь терпеливо ждет времени излияния Его последнего дождя на землю, потому что это излияние произведет последнюю жатву. В ранние годы нашего столетия в Канаде началось пятидесятническое движение под названием «Движение позднего дождя». Оно длилось около сорока или пятидесяти лет, и на сегодняшний день осталось несколько церквей позднего дождя. Те, кто был увлечен этим движением, были уверены, что они переживают последнее великое излияние духа. Многие говорили, «Вот оно! Мы видим, что Захария 12.10 сбывается!» Однако это движение рассеялось. И многие другие подобные движения приходили и уходили подобным образом. Почему? Потому что они не были направлены на жатву. Многие так называемые движения Духа Святого исчезли очень быстро, потому что они были человекоцентричны, то есть направлены на получение даров, различных благословений, самоутверждения, самоудовлетворения, танцы, смех, хохот или другие проявления, приписываемые Духу Святому, являются плотскими, если они не производят сокрушения сердца и сожаления к погибшим и потерянным душам. Если же эти проявления исходят истинно Духа Святого, они будут вызывать жажду и сильное стремление спасать потерянный и погибающий мир. Иисус сравнил жатву с погибающими душами, когда Он сказал, «Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Поэтому любое истинное излияние Духа Святого будет обязательно связано с этой молитвой Иисуса, и некоторые пробуждения, отмеченные как истинные, были благословлены великой жатвы душ. Не бывает истинного пробуждения без великого сбора погибающих душ. Больше того, все дары благодати и работы Духа Святого в нас, как в верующих, также имеют отношение к последней жатве. Когда Дух Святой обличает нас, утешает, учит, освящает, ведет нас и возвещает нам будущее, это все для того, чтобы приготовить нас к сбору жатвы и сделать нас работниками, способными трудиться в Его винограднике. Рассмотрим, что случилось в результате исполнения Иаиля 2.28. В день Перевисятницы три тысячи человек были спасены в один день, и после этого ежедневно души прилагались к церкви. Затем эти уверовавшие расселись по всему миру, чтобы свидетельствовать о Христе погибающим людям. Исайя пророчествовал, «Доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Исайя говорит здесь, когда Дух Святой приходит, он производит плоды для жатвы, погибающие души приобретаются обильно. Итак, сильнейшее, последнее излияние Духа Святого обещано для дома Давидова. Так пророчествовал Захария, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления». Церковь всегда имела благодать, но этот стих говорит о могущественном излиянии. Это означает что-то необычное, могущественное, славное. Но здесь я должен заявить, что я не верю в теорию замены. Другими словами, я не верю, что, но Заветная Церковь призвана заменить Израиль во всех пророческих высказываниях Ветхого Завета. Я считаю, что многие из этих пророчеств имеют двойное применение. Я также считаю, что Господь изольет дух свой и на евреев в последнее время. Это будет явление Иисуса Христа Израилю и всем евреям. Павел везде предупреждает верующих из язычников не гордиться и не превозноситься тем, что они были привиты к Его телу. Они ни в коем случае не должны были умолять работу Божью среди евреев. С другой стороны, был бы абсолютно богохульством возводить опять те стены, которые крест не сложил. Иисус разрушил всякую преграду, стоящую между людьми. Как написано, нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Никто не является семенем Авраама только потому, что он родился евреем. Нет, мы являемся наследниками обетования по вере в Иисуса. Все национальности в нем соединились в одно. Воистину, мы являемся Вышним Иерусалимом, домом Давида последних дней, и мы имеем обетование излияния этого позднего дождя Духа Святого. Имеются две отличительные особенности этого последнего излияния, о которых говорят пророчества. Библия говорит, что Дух Святой будет излит, как Дух Благодати и Умиления. Когда только Дух Святой нисходит, эти два качества всегда очевидны. Дух Благодати и Дух Умиления. Послание к Титу говорит нам, что эта благодать дана нам как сила победы над грехом, чтобы сделать нас способными жить трезвой святой жизнью. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Со дня Пятидесятницы величайшая мера этой благодати пребывала на народе Божьем. Дух Святой обличал грехи всех народов, уча верующих всех племен и языков, каким образом оставить нечестие и мирские похоти. И результатом этого были люди, которые живут целомудренно и праведно в нынешнем веке и которые ожидают явления Иисуса Христа. Однако, когда изольется поздний дождь Духа Святого, мы будем свидетелями еще большей благодати. Бог изольет на нас Дух благодати, который утвердит нас в истине нашего оправдания. Господь будет иметь людей, которые никогда не будут сомневаться в своем спасении. Во время этого излияния Дух Святой будет воздействовать на служение во всем мире, которые находились в теплом состоянии, в состоянии компромисса. Бог будет потрясать этих мужей обличающим Духом его благодати. Дух Святой скажет этим людям, мир находится на грани развала и скоро вы станете предо мною. Так что не теряйте времени и начинайте говорить к сердцам этих людей. Когда вы становитесь за кафедру, побеспокойтесь сначала иметь мое помазание. Это и есть обличающий Дух благодати, который ведет к покаянию, производя благочестие и праведность в Божьем доме. Конечно, благодать Божия возвещалась его церкви в течение двух тысяч лет. Мы все знаем доктрину оправдания через веру, мы поддерживаемся благодатью, и когда только истинная благодать проповедовалась, эта проповедь всегда сопровождалась призывом к покаянию и святой жизни. Однако, я считаю, что Захарий 12.10 говорит о том, что в последнее время Дух Святой могущественно и зальется на народ Божий Духом благодати, который отделит его полностью от всякого нечестия. Он произведет в них вопль об отечении сердец. Служители будут пробуждаться к истинной проповеди благодати, такой проповеди, которая обличает людей в каждой тайной, неприглядной мелочи в их жизни. И мы будем свидетелями такой обличающей, разоблачающей грех проповеди, покаяния, равный которой не было в истории, всякая нечистота, неправедность и глупость будет разоблачена. И все в Доме Божьем будут ощущать как бы давление поступать правильно. Несколько недель назад мне позвонил один дорогой брат, который руководит определенным служением. Лидеры этого служения стали собираться вместе, чтобы искать Господа, и скоро Дух Святой начал разоблачать дух в лжи и блудавых сердце. Несколько членов группы были отлучены, и этот брат сказал мне, «Сейчас Дух Святой сошел, и ощущается давление поступать правильно». Его фраза врезалась в мое сознание, и я не мог от нее освободиться. Давление поступать правильно. когда Дух Святой нисходит и изоблачает грех, христиане, которые жили в компромиссе или были в теплом состоянии, обличаются. Те, кто не подчиняется работе Духа Святого, становятся слепым, неспособным жить праведно, и в конце концов давление жить праведной жизнью выводит их за дверь. Возлюбленные, давление оставить грех и поступать справедливо станет очень сильным в Церкви Божьей в последнее время. Дух Божий также и зальется как Дух умиления. Слово умиление в Библии нигде не используется иначе, как значение вопля или молитвы, которое произносится вслух. Другими словами, это не какое-то личное размышление, умиление сопряжено с голосом. Еврейское слово умиление объясняется как оливковая ветвь, обвернутая шерстью или каким-нибудь материалом, который размахивает человек, ищущий мира или собирающийся сдаваться. Проще говоря, это были белые флаги капитуляции. Они обозначают мольбу, вопль о полной безоговорочной капитуляции. Представим себе уставшего в битве солдата, потерявшего все силы, способность сопротивляться. Он полностью одинок, уставший, изнеможен, силы которого полностью оставили. Он ломает ветку с дерева, привязывает свою белую рубашку к одному концу и поднимает ее, размахивает ею и выползает из своей лисии норы, крича «Я сдаюсь». Это и есть умиление. То есть Он говорит «Я сдаюсь, я не могу воевать больше, я полностью потерян и в отчаянии». Как видите, умиляться это не просто призывать Бога на все, что вы хотите, это не просто просить и умолять Его помочь вам в ваших планах, напротив, это полное подчинение Его вашей воле и ваших путей Ему. Столетиями христиане призывали Бога, оставаясь в то же самое время исполненными своей воле, упрашивая и умоляя «О Боже, пошли меня сюда, пошли меня туда, дай мне то, дай мне это». Служители молились и просили «О Боже, благослови мое служение, благослови мои проекты, дай мне денег» и пошли работников для моей программы. Но в последние дни Дух Святой снизойдет с великой силой, чтобы поменять наше сознание и привести нас к духовному банкротству. Мы увидим тот факт, что даже со всеми нашими деньгами, мозгами, программами, служениями, планами мы не коснулись этого мира. Если сказать правду, мы потеряли основания. Церковь стала слабой и жалкой. Я когда-то проповедовал, все, что требует Господь, это сердечный вопль и призыв Его имени. Но Дух Святой показал мне, чтобы что-то изменилось, чтобы затронуть сердце Бога, нужно нечто большее. Малахи говорит о Божьем народе, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господу с рыданием и воплем. И однако не принял и не услышал Господь их воплей, потому что мужи израильевы вероломно поступали со своими женами, они разводились с ними и искали других женщин. Эти люди не пришли к Господу с белым флагом капитуляции в руках, плача и взывая, о Господь, мой грех превозмогает меня, я устал бороться со своими силами, устал противиться Духу Святому, освободи меня. Если бы они сделали это, Бог услышал бы их и освободил бы их. Здесь должна быть капитуляция. Наш вопль должен сопровождаться нашим желанием освободиться от нашего греха, удалить все из нашей жизни, что не соответствует образу Иисуса Христа. Молитва Даниила иллюстрирует, что такое умиление. И ныне, услышив Боже наш, молитву раба Твоего и моления Его. И возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Вот это вопль о капитуляции, полнейшая беспомощность. Даниил говорил, о Боже, мы согрешили против Тебя, и мы ничего не можем сделать, мы беспомощны, безнадежны, мы отреклись от Тебя и оскорбили Тебя, и сейчас мы умоляем о Твоем милосердии, мы сдаемся, мы все отдаем Тебе, услышь нашу мольбу. Когда Дух Святой и зальет Дух умиления, мы увидим такие молитвы, каких мир еще не видел никогда. Один миссионер рассказывал в нашей церкви недавно о великих пробуждениях по всему миру. В каждом случае с последней жатвой тесно связан Дух молитвы. В Вьетнаме, Китая, Россия, Амазонки, среди Зулу в Африке народ Божий молился пылко, с огнем, плача и взывая к Богу во весь голос, ища лица его, разделываясь со грехом и возвращаясь к праведности. Некоторые молитвенные собрания длятся с 6 часов вечера до 12 часов следующего дня. Вы не можете выработать такую способность молиться. Это является результатом работы Духа умиления. Бог совершает то, о чем Он обещал в Захарии 12.10, и эти верующие уже переживают это. Не так давно мы призывали к неделям молитвы в нашей церкви, и сейчас мы также переживаем маленькие порции излияния Духа. Воистину, существует мера огня и прилежности в молитве в нашем народе. Мы еще не переживали излияние Духа умиления. 18 июля прошлого года я начал молитвенный журнал. Моя первая запись гласила неделю назад 11 июля Дух Святой призвал меня провести год молитвы. Я имею в виду интенсивные молитвы. Я буду вести этот журнал, чтобы не позволить себе упустить свое обещание. Но за последние 30 дней я не записал из слова свой молитвенный журнал. Это было великим испытанием в моей жизни. Меня постепенно прерывали, меня еще никогда так не доставали, мне еще никогда не было так трудно и не приходилось оставаться постоянным в молитве. Бог показывает мне через это, что даже желание и способность молиться должны исходить от Духа Святого. Сейчас у меня стоит следующая дилемма. Бог обещал излить Дух умиления на свою церковь, и я не хочу пропустить это, я хочу быть частью в этом истинном движении Господнем. Как же я могу удостовериться, что Дух умиления излит и на меня? Ответ находится в Захарии 10.1. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. Мы должны просить Господа об этом Духе умиления. Бог обещал дать нам обильные дожди. Он говорит нам в книге Захарии «Просите, и я дам вам это желание с неба, но вы должны искать его у меня». Это последнее излияние, поздний дождь благодати и умиления приведет народ Божий на колени. Я вижу в пророчестве Захарии новое представление Креста Христова, и они возрядно того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Как раз сейчас Дух Святой производит это в Израиле. Множество евреев собирается у стены плача, взывая к Мессии, чтобы он пришел, но в один день Бог снимет покрывало, и они узнают Иисуса, кто он есть, и будут рыдать о том, что пронзили его. Они станут тосковать о нем, оплакивать свою слепоту и отречение от его креста. Однако есть другое применение этого стиха, которое имеет отношение к церкви. У церкви Иисуса Христа настолько притупилось ощущение греха, церковь настолько убелила грех и не замечает его, что когда Дух Святой снизойдет духом молитвы, он принесет и очищение. Наступит вопль, сокрушение, плач, озазнание того, как наш грех огорчает Бога. Дух Святой будет действовать таким образом не только в собрании, но и в семьях, и в каждом отдельно взятом верующем, и будет рыдать земля, каждое племя особа, племя дома Давидова особа, и жены их особа, племя дома Нафанова особа, и жены их особа. Спрошу вас, какой больший дар Бог мог бы дать своей церкви перед своим приходом, нежели сильную, обличающую проповедь против греха. Он принесет такое острое обличение, что мы будем не в состоянии снисходить ни к чему не святому или не чистому в нас. Итак, подведем итоги. Каковы же отдельные черты и особенности последнего излияния Духа Святого? Если так называемое движение не соответствует этим меркам, вы можете опознать его как движение плоти и вот эти мерки. Первое. Движение полностью сосредоточено на последней жатве душ. Второе. Дух благодать ведет к покаянию и праведности. Третье. Дух умиления ведет к полной отдаче и побуждает молиться в духе. И четвертое. Жажда Иисуса и плач, сокрушение и вопль с сожалением о грехе. Только после таких действий Духа Святого наступит истинная радость. Дорогой верующий, существует возможность пропустить все, что обещал Дух Святой. Даже в самой середине его дождя вы можете оказаться в пустыне сухими и опустошенными. Вот что ведет к этому пребывание в толпе ладокийцев, то есть оставаться теплым и быть удовлетворенным половинчатым служением Господу. Я не хочу упустить последнее излияние Духа Божьего. Я молился, чтобы Он включил и меня, и я убеждаю вас делать то же самое. Молитесь вместе со мною прямо сейчас. Господь, Я не имею той дисциплины, которая нужна мне для твоего святого труда. Ты должен дать ее мне. Пошли мне твою печаль о погибающих душах. Дай мне дух сокрушенный. Ты моя единственная надежда, поэтому я полностью отдаюсь тебе. Я сделаю все, что ты повелишь мне, и я буду полагаться на тебя во всем. Аминь. Когда приходит дух снятой, приходит сила и свет, когда приходит дух святой, сияет слава побед, когда приходит дух святой, приходит мир и покой. Когда приходит дух святой, мне сердце велит во скот. в мир погонясь сила, т и м слава, и м рад , м и м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok